Приветствую всех на канале Верность ТВ. Эту малышку раньше звали королева без наколонки, теперь ее зовут Ляля. Я не знаю сколько лет назад, но несколько лет назад она появилась бесплатно в санчасти, была оброшена комком. Нашли мы это видео, сейчас покажем. Вот такое вот маленькое чудо мы сегодня забрали с заправки Белвест. Белвест называется, да? Это на окружной. Теперь ее... Теперь ее будут звать... Нет, теперь не забудут. Смотрите в каком состоянии это собачонка. Такие колтуны, грубо говоря. Вот это вот сейчас все нужно будет приводить в порядок, потому что у нее... Вон там кругом все позаросло. А девочка молодая вообще. Кто-то выкинул в заправке? Тихо будьте. На заправке ребята говорят, со вчерашнего дня она туда попала. Вон все в колтунах, вот это все сбито. Хвостика практически вообще нету, там все скручено вон. Это девочка. Сейчас будем приводить ее в порядок. Мыться, бриться. Зубки молоденькие. Ну как молоденькие? Мне ей года два. Не больше. Не, не больше двух лет ей. Она молодая еще. Сейчас будем ее приводить в порядок. Она замерзла, наверное, есть скорее всего. Сейчас помоем, приведем ее в порядок, оденем и будем искать ей новый дом. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Королева биржеголонки Вот какая получилась королева биржеголонки. Отличная собака. Вы посмотрите какая собака. Елки-моталки. Она молодая, не старая. Ей около двух лет, не больше. Прелесть вообще. Порядок привести и вперед. Сажая, это все отрастет. Ну, только симчик подарил. Спасибо, пригодился. Ну, немножко пакет не налазит. Ну, все же теплее. Вот молодец. С карманами все. Слезай. Старая жизнь остается. На пеленке. А ты пойдешь убиться. Все, ловлю. Ищи что ли? О! Вот так. Идюша, иди дай. Все. Вот. Ставим кусочек. И тогда ее спасли. Пристроили в семью, к сотруднику приюта. И сейчас, так как нет возможности именно ухаживать дома, попросили бесплатную санчасть провести операцию и реабилитацию. Лялечки. Вот у нас, видите, молочная железа, опухоль. Сейчас мы идем на рентген. Посмотрим, что у нас с легкими. Если метастазы, тихо, не бойся. И будем оперировать эту 7-килограммовую малышку, которая боится. Ее очень и очень ждут дома. Так что держите кулачки за нее. Мы пошли на рентген. Сделали мы снимочек легких на предмет метастазов перед операцией. При осмотре метастазов легких не обнаружено. Что улучшает прогноз. То есть, вероятность метастазирования минимальная. Надеется, что сюда не пойдут метастазы. На данный момент мы их не видим. Поэтому тут метастазы в легких. То есть, и не так опасно делать операцию? Да. Собственно, это диагностический этап перед операцией. Проверить на метастазы, чтобы был смысл в оперативной шедкости. По картинке вроде бы чисто, да. Да. Мы уже с подписчиками как рентгенологи вместе с вами учимся, учимся понемножку. Да, это хорошо. Ладненько, пойдемте. И собаку. Мы уже, получается, прооперировали. Просто про снимок вам чуть-чуть позже рассказали. И вот у нас уже лялечка или королева пензоколонки. Можно ее так и так называть. Да. Прооперировали. Мы прооперировали. Все. Она у нас просыпается уже, моргает вовсю. Сил еще пока полностью встать пойти нет, но уже просыпаемся. А ну и к лучшему спокойнее доедет. Да. Она уже все понимает, слышит, все моргает. Чуть в день пройдет и она уже поднимется. В общем все удалили, да, грядул полностью. Чуть в день все удалили. Да, шов от подмышки до паха. То есть у нас локализация была в центре. Поэтому обязательно нужно удалять не только локально, а масштабно. То есть мастектомия, название операции, произошла полностью под пост одной стороной. Да, сейчас уже не будем снимать. То есть понятно. Помяска наложена чистая, чтобы ничего. Впадало все. Мастектомические мы сделали, обезболивающие мы сделали. Гистология. Все. Швы где-то через 12-14 дней снимаем. Провязку носим. Если выпадает там салфеточка, можно подложить. Обычно после гистологии. И отправляем на гистологию, да? Да, да. Добро сказать, что мы взяли ткань, которая резко начала расти. Собственно, что мы проопилировали, можно быстрее. Сдаем на гистологию лабораторию. Будем ждать ответ, будем надеяться. А что это может быть вообще? Это может быть просто воспаление. Какой-нибудь типа жировик, что-то такое. Ну, собака могла случайно травмировать, да? И пошел резкий рост. Ну, собственно, и нехороший вариант этого образования, которые могут так резко расти. В общем, не факт, что это рак. Да. Мы всегда хотели надеяться, что всегда это был бы не рак. Но... Как у Юрти, да? Принесло. Ну, будем надеяться. Ну, пока ясно. В общем, как гистологию узнаем, друзья, вам расскажем. Ну, Лялечка, пусть это будет какой-нибудь, да? Где-нибудь ударилась, да, воспалилась и удалили. Все. Спасибо вам огромное. Мы поехали лечиться. До свидания. Друзья, хотели сначала доехать до бокса, заселить Лялечку и рассказать вам уже оттуда про нее. Но времени нет. У нас сейчас будет химия для Каи и Герды. Еще операция сразу в бесплатной санчасти. Поэтому Лялечку я, как приедем, сразу передам в ответственные руки. Для нее бокс уже готов. Ее заселят. А я забираю врача, и мы едем дальше оперировать всех, кто у нас находится. Поэтому держите кулачки. С вами была Первая в России бесплатная санчасть. С миру по нитке, как любит Дима Сергеевич. И вместе мы сила. Поэтому обо всех новостях касательно Лялечки еще расскажем чуть позже. Оставайтесь с нами и уходите далеко. Пока.